так значит возникла необходимость домотать километражный спидометр есть два варианта ставить сюда некое подобие какой-нибудь штучки квадратного сечения там гвоздь заточенный там палочку не знаю и на больших оборотах там дрелью или чем-нибудь доматывать или отматывать но это очень долго шумно и неудобно потому что держать придется очень долго потому что чтобы намотать там допустим 100 километров это не знаю а если несколько тысяч то это надо сутки на мотать поэтому я пошел другим путем через частичную разборку спидометра и воздействие непосредственно на самые колеса чудного механизма одометра спидометр эта стрелка если быть уж совсем правильно выражаться то есть спидометр эта стрелка которая показывает скорость движения и циферки это одометр то есть прибор который считает счетчик пробега так сказать вот так значит как разобрать ну в данном случае это спидометр с девятки восьмерка девятка не суть принципы всех абсолютно одинаковый чтобы разобрать полностью надо сдергивать стрелку снимать вот этот табло размечено в общем это долго и неудобно и куча личной работы поэтому значит собирается он состоит из двух половинок то есть вот это нижняя часть корпус где сами шестеренки счетчик и так далее и это металлическая часть где вал туда приходит рост спидометра вращающийся магнит чашка с пружинкой вот то есть надо вот эту часть отцепить от этой вот всего два полчика то есть вот один вот второй но сейчас попробую показать все его уже разбирал ну тогда было бы не думал сейчас решил записать еще и видео может кому пригодится так открутить это дело два этих болтика сейчас возьму другую твердку так вот если такая твердка таким узким жалом все этот открутился сорвался и это тоже теперь можно откручивать они здесь держит пластмассу поэтому сильно не затянуты не будут но на всякий случай особенно если придется разбирать первый раз то возможно будут то есть первый момент их сорвать надо будет срушить с места так сказать сдвинуть конечно здесь не очень удобно ну такая конструкция так первый болтик есть теперь второй болтик и дальше самое интересное сейчас я откручу второй болтик есть это будет верхний это будет нижний так теперь самое интересное значит очень аккуратно надо разъединить эти две части чтобы не повредить пружинку и магнит так вот магнит вот магнит вращающийся вот чашка и шестеренки то есть шестеренки остались на месте лучше там руками не лазить и делать это все в чистоте чтобы не попала там никакая пыль никакой образе ничего чтобы нарушить работу прибора дальнейшем так ну вот он магнит значит как работает когда магнит вращается от трасса спидометра чем быстрее магнит вращается тем больше у него сила которая возникает вот здесь в этой чашке не это сила начинает за собой чашку увлекать чашка поворачивается закручивать пружину чем больше сила тем сильнее на больший угол поворачивается чашка тем больше показания спидометра то есть тем больше скорость движения ну то есть так он работает так ну и теперь значит этот с красной шкалой это счетчик суточного пробега нам он не нужен кстати вот если завал поворачивать вот видно цифра сбрасывается 0 все теперь надо вот здесь в нижней части здесь есть вот это колесо что-то шестеренку можно вынуть потом поставить ее в таком же положении то есть червяком туда вглубь скошенным наружу но и они не по-другому поставить нельзя значит если вращать вот это колесо то есть вот это вот как видите показания меняется то есть это будет происходить гораздо быстрее чем если например ну через весь этот механизм пробовать наматывать доматывать и так далее начнем в данном случае надо прибавить вернее не прибавить убавить с 300 километров до но почему так потому что значит что я для этого придумал то есть вот дрель обычно дрель подключена в розетку и на сейчас покажу не до приспособления значит вот такой шуруп длинный ну или саморез по металлу или по дереву на общем длинный и здесь просто шляпка самореза обмотана скотчем обычным узким скотчем вот для того чтобы было лучше такого плана скотч узкий для того чтобы было лучше сцепление головки с вот этим пластиковым колесом вставляю все это дело дрель так теперь надо определиться с оборотами значит цифры должны уменьшаться сейчас попробуем в общем прикладываем и аккуратно начинаем так сказать ехать так видно видно в минус дал минус ну поехали значит поехали так значит когда происходит это выпало еще одна но ничего когда происходит переброс цифр ну то есть вот была сотня должно стать 0 99 то поскольку там цифр перебрасывается много тяжело крутить лучше помочь так сказать руками пальцами прокрутить это дело поэтому продолжить так вот это желательно конечно чтобы она не смещалась чтобы не нарушить там стрелку натяжением пружины и так далее лучше это придерживать так руками так только свободно свободно ну поехали дальше этому сотню отмотали ну то есть все на ваших глазах видите скорость так сказать так мне конечно жутко неудобно потому что стоит камера чтобы это все не повредить и как-то вам показать но ту же отмоталась продолжаем дальше чтобы было 700 так ну вот уже 700 то есть фактически 400 километров отмотали теперь надо было чтобы 775 даже переехала немножко теперь меняю направление доматываем вперед 775 ну все сколько времени прошло непосредственно мотание то есть вот такой способ конечно не призываю никого но это для технических целей не надо было так сделать вот все показания намотаны теперь можно спидометры собирать так ну все спидометра можно собирать в обратном последовательности стрелка работает совмещаем отверстия вставляем приводные валы вставляем туда червяком вниз то есть вот этой нижней частью червяком вниз чтобы попало там отверстия свое гнездо там если видно там есть два отверстия кто вращается видите показания меняется так мы вставляем другой валик пластиковый вставляем туда значит здесь тоже вращаем смотрим вот колесо вращается показания меняется и теперь собираем ставим магнит да если будете разбирать его вот здесь она где-то здесь будет лишняя смазка которая здесь завода нанесена можно эту смазку собрать ну и перенести помазать то есть вот этот вот этот валик вращается быстрее всего эти два медленнее там внутри еще медленнее всего вот ну и теперь вот это все надеваем на место так надеваем аккуратно потому что магнит сейчас может эту рамку притянуть чтобы ничего не стреляло не повредилось так сказать ну вот оно все зашло на свое место можно взять теперь пока еще не закрутили болтики вставить спичку посмотреть ну вот я вращаю спидометр вот стрелка спидометр отклоняется значит все работает так все можно закручивать вентики вентики закручиваются изнутри отсюда как-то я неудобно взял как-то вот так да вот один заворачиваем чуть-чуть затянем потом окончательно и 2 заворачиваем все чуть-чуть завернули до касания с пластмассой теперь мы берем берем отверточку и подтягиваем таким образом больших усилий тут прикладывать не надо так просто чтобы потянуть не порвать пластик не поломать потому что здесь все такое пластиковое нежное то есть вот чуть-чуть потянули не с этой стороны точно так же ну так до усилия чуть-чуть чтобы не порвать не раздавить пластмасс то есть это откручивается легко и еще сторону затяжки и чуть-чуть так ну и теперь значит смотрим верхний суточный счетчик вот он работает сбросили на ноль вставляю спичку и смотрим будет показания меняться или нет наверху поехала она 0 и подклоняется до 0 и подклоняется показания меняется но внизу придется ждать долго пока пройдет километр сейчас я возьму дрель попробую дрель это будет гораздо быстрее посмотреть работает или нет вставляем спичку в патрон сначала можно взять не спичку можно взять что там есть подходящее главное чтобы сечение было квадратное затягивать сильно не надо так и вращение направление вращения дрели должно быть как откручивать чтобы показания были правильные так вставляем грубо приехали до любых оказывает дождемся пока внизу цифры поменяются посмотрим это спичка вылезла открутилась сейчас закрутим закрутим закрутили так аккуратно чтобы спичку не сломать она сейчас останется там сломалась на слава богу осталось не там сейчас я возьму другую спичку так вверху 500 метров надо чтоб внизу доехала на ту сторону надо чтоб вверху доехала до километра чтоб было видно что считает и работает чтоб не зря было это все собирать на машину и так далее так поехали опять сломалась но зато видно что вылезла шестерка то есть работает вверху 800 метров так сейчас я перекручу мотаем обратно сразу можно увидеть как долго приходится крутить чтобы намотать один несчастный километр представьте если это несколько сотен либо там тысяч понятно что для электронных спидометров то все делается по-другому через через электронику через программы я показываю способ для обычных старых механических спидометров мало ли может кому пригодится в жизни всякое бывает так вверху было 800 да сейчас наверное 800 сбросим хотя нет пусть стоит 800 в общем надо назад отмотать тоже пятерка ушла так ну все спидометр работает все считает так вот за воду я думаю что это работает все считает так но кстати как проверить правильность показания спидометра это в интернете находил таблицу с какой частотой должен вращаться вал и какая частота соответствует каким показаниям но уже точно не помню этих цифр она в общем вы видели когда обороты у дрели максимально это около 2000 что примерно показания около 150 по спидометру 150 километров в час на примерно ну тут то есть вот так вот она примерно есть вот можно если допустим будете разбирать свой спидометр можно сначала перед тем как его разбирать если вы знаете что у нас показывает дает правильные показания скорости то сначала сверить эти показания а потом его разбирать и при сборке опять же сравнить ну то есть чтобы ничего не нарушили но самое главное не трогать натяжение пружинки которая отвечает за натяжение пружинки этой стрелки и чашки вот чашка внутри вот видно она вращается вот я стрелку швели вот эта чашка там внутри внутри в корпусе то есть я не стал туда лезть вот там есть пружинка в общем туда лучше не лазить и не нарушать натяжение этой пружинки но кстати не только пружинка отвечает за показания спидометра а еще отвечает состояние магнита то есть если магнит теряет свою магнитную силу тоже спидометр может начать брехать то есть занижать свои показания показывать скорость неправильно ну все вот так можно отмотать домотать показания вот так все быстро происходит если кому-то видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь на канал покажите видео друзья может кому-то тоже пригодится кто-то не знает как это сделать или боится то еще легко и просто самоголома делать все аккуратно все теперь я буду собирать обратно ставить спидометр на место всем спасибо за внимание до новых встреч пока